Самое новое, технологичное, очень сложное, но весьма полезное. Это проект хай-тек на телеканале Хабар 24. В студии Андрей Ивноградов и в ближайшие минуты мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня играем в гольф и в баскетбол. От предотвращения несчастных случаев на работе до улучшения ваших навыков игры в гольф. Носимые умные гаджеты умеют многое. Это было доказано на выставке Wearable Technology Show, что прошла недавно в Лондоне. Потребительский спрос на носимые устройства растет. Согласно Forbes, к 2022 году прогнозируется, что продажи подобных гаджетов достигнут 27 миллиардов долларов, а объем продаж преодолеет планку 233 миллиона единиц. Компания Guided Knowledge представила свою технологию, которая позволит стать отличным игроком в гольф. Система состоит из своеобразного комбинезона, поверх которого надевается обычная одежда. Множество датчиков отслеживают все движения, а электроника все анализирует. Потом создается 3D-аватар игрока и свод данных о прогрессе в тренировках. Вы можете спросить, зачем кому-то нужно знать столько информации об их ударах. Но когда вы работаете на профессиональном или элитном уровне, даже самые, казалось бы, незначительные нюансы могут принести победу в турнире. А эта технология для более широкого круга пользователей. Компания LifeBooster разработала гаджет, который позволяет собрать данные от работников, чтобы помочь компаниям точно определить ситуации, в которых сотрудники подвергаются риску повреждения связок спины или возникновения других проблем со здоровьем. Портативные часы марки Oxytone предназначены для замены пальцевых оксиметрических датчиков, которые обычно используются в больницах для измерения уровня кислорода в крови. Разработчики говорят, что эта технология стала первым в мире аппаратом для мониторинга ближнего действия, одобренным агентством по контролю за продуктами и лекарствами Соединенных Штатов. Это очень удобное устройство, его легко использовать. Оно подключено к порталу врача, к облаку. Пациенты врачи сегодня могут просматривать данные. А это Catapult — носимое решение для мониторинга спортивных результатов спортсменов. Все больше и больше компаний становится частью быстро развивающегося рынка носимых устройств. Выставка проводится уже в шестой раз. На Wearable Technology Show 2019 было представлено 300 экспонентов, выступило 200 специалистов с презентациями. Он пока не может вести мяч и не способен дать пас. Зато он король трехочковых. В Японии представили робота, который отлично бросает баскетбольный мяч и почти всегда попадает в корзину. Было организовано даже соревнование робота и человека. Компания Toyota показала робота-баскетболиста. Гуманоид под названием Q3 имеет рост 207 сантиметров. Он черного цвета. И, пожалуй, больше о нем и не рассказать. То ли дело его умения. Пять из восьми трехочковых бросков на демонстрации были удачными. Очень хороший результат. Между прочим, это почти такой же уровень, как у Юдай Баба из команды Allwork Tokyo. Баскетболиста, который, вероятно, будет представлять Японию на Олимпиаде 2020. Он тоже принял участие в этой презентации. Робот умеет создавать в своем электронном мозге трехмерное изображение пространства, а затем дает команду своим конечностям, чтобы получить правильный угол броска. Да, он дважды промазал, но я чувствовал, что есть надежда. И победа над командой людей — это то, что я оставлю в памяти навсегда. Кью-3 удалось выиграть соревнования по трехочковым броскам, которые устроили организаторы. Два профессиональных игрока уступили машине, но пока нет никаких опасений по поводу их карьеры. Ведь робот пока даже бегать не умеет. Ранее я соревновался с ним, он забивал в двухочковой зоне, а теперь попадает и с трехочковой. Я чувствую, что он действительно продвинулся. Но я думаю, на данный момент мы, люди, лучше. На сегодня все. Смотрите проект Хайтек на телеканале Хабар 24 и не забывайте, если вы основали технологичный стартап или создали что-то высокотехнологичное и полезное, пишите нам, а вас узнает вся страна. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok